19 января православные христиане отмечают крещение Господне. По свидетельству Евангелия, Иисус Христос пришел к святому Иоанну Крестителю и попросил провести священный обряд с погружением в воду реки Иордан. В наши дни немало людей стремятся окунуться в прорубь вечером в крещенский сочельник. Кто с верой в исцеление души и тела, кто отдавая дань народной традиции. В этом году погода удивила отсутствием морозов. Количество желающих погрузиться в ледяную воду щелковцев и гостей городского округа было довольно много. Особенно на центральной площадке в городском парке культуры и отдыха. Перед обрядом священнослужители осветили воду в проруби. Поздравил с праздником и пообщался с жителями глава округа Андрей Булгаков. Щелковцы оценили не только уровень организации купаний, но и то, как преобразился город за последнее время. В частности, поблагодарили за благоустройство театрального и краснознаменского сквера. Среди же пришедших окунуться в прорубь были и те, кто занимается моржеванием. Для них регулярное погружение в холодную воду – способ поддержания тела и духа. Восьмой год, занимаюсь моржеванием и всем советую. Даю прекрасное настроение, здоровье, бодрость, позитив жизненный. Крещенские купания были организованы не только в центре города, но и в отдаленных от него уголках муниципалитета. Довольно многолюдно было в усадьбе Гребнево. Здесь в этот вечер присоединиться к традиции решил и депутат Государственной думы Александр Толмачев. Всех с праздником, с крещением. Всего в округе было организовано 9 безопасных мест для купаний. На всех точках дежурили спасатели, медики и волонтеры. Были организованы места с комфортной температурой для переодевания. После купания можно было согреться горячим чаем у огня. Анна Балиет, Сергей Максимов, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.